День рождения Во-первых, примите наше поздравление, 6 лет, это уже такой серьезный возраст На следующий год в школу пойдем Вот, я только хотела сказать, мы как родители сегодня давайте за праздничным практически столом повспоминаем А вот как клуб родился? Первые шаги во взрослую жизнь В 2015 году я привозил выставку, брал у Антона Кузнецова поисковых находок Ну и в городе выставлял, по школам проводил мероприятия, с выставкой ездил И люди начали задавать вопрос, почему у нас нет в городе поискового отряда Ну это либо молодежь патриотического клуба В Краснознаменске уточним Да, в Краснознаменске Ну и соответственно на заседании на правлении боевого братства В нашем городском отделении Я предложил создать клуб Поддержали И вот 4 октября мы начали функционировать В 2015 году А вот тяжело было с нуля все это создавать в Краснознаменске? Тяжело, тяжело было Что было тяжелее всего? Единомышленников найти или какие-то организационные вопросы? Организационные вопросы, как бы это новое было все для меня Ну как бы оно не новое, да, вот мы с Антоном с 2019 года вместе Ну все равно новое было вот это для меня Очень много вопросов, бумаги, бумажных дел в Лаките Много было, чтобы создать это все, вот анкеты и так далее Ну ничего, проживались Ну наверняка были единомышленники, которые поддержали Были, они и есть А кто это? Александр Кисюк, зам Андрей Баранов тоже помогает, очень сильно тоже зам Антон Кузнецов, самый главный единомышленник Не бросает на производство Самый главный это единомышленник Ну за эти 6 лет наверняка число тех, кто Ну неравнодушных людей, которые присоединились к клубу, возросло Вот кто сейчас входит в Азимут? Ну в основном это дети В возрасте от 12 лет и старше Ну средний возраст там 14-15-16 лет Сейчас уже четверо вернулись с армии, это первые, которые приходили Четверо ушли в армию Один заканчивает высшее военное училище уже Ну то есть так или иначе вот этот клуб Азимут в его жизни сыграл важную роль Ну вот те, кто не хотел в армию идти, пошли в итоге в армию Захотели Захотели, да Как бы это приятно Учится Девочка одна поступила в высшее военное полицейское училище, в школу милиции Один парень в МЧС поступил, который как бы тоже не особо хотел учиться Ну пересмотрел свои взгляды Пересмотрел, да, взгляды свои Ну а это главное, наверное, то, что нужно для них Добиться того, чтобы они учились, чтобы у них в дальнейшем жизни все сложилось Вот, кстати говоря, а что детям, что молодежи дают участие вот в таких молодежных клубах? Это может быть какое-то углубленное знание истории? Это может быть навык какой-то поисковой работы? Ну и, наверное, и то, и то И поисковая работа Поисковая работа это вообще отдельно Это, наверное, жизнь как бы Если человек туда начал заниматься, он будет продолжать заниматься У меня уже детям по 20 лет Для меня они дети все равно Но они все равно продолжают ездить То есть это уже их смысл жизни А молодые, мелкие, как мы называем По 12, по 13, по 14 лет Мы их сразу к поиску не допускаем На разведке и так далее Они ходят Ну и все Но им тоже обидно Они хотят тоже копать Как взрослые Да, да Ну нельзя копать Объясняешь им Вот подожди годик еще там Придет твое время Пожалуйста, копай Пока подучишься Да, да Историю, да Историю мы Как бы вот вечерами там садимся Возле костра Мы им рассказываем О том месте Где вот мы копаем То есть занимаемся поисковыми исследованиями И рассказываем об этой истории Вот именно вот Именно об этом эпизоде битвы Там вот то, что мы поднимаем солдат Там и так далее Ну, как бы так Проводим опять же вот эти реконструкции Там тоже история Вот это другая история Это вживую просто Они там прям выстрелили Первую минуту умер И все, и 20 минут лежит Можно как раз подумать О том, что здесь происходило когда-то Да, да, да А так Не знаю Ну, для меня это смысл Жени Как бы вот А вот вообще теоретически Ну, наверное, вопрос может быть Такой немножко абсурдный Может ли человек далекий от истории Быть частью поискового движения Или никак это не может совмещаться Потому что все-таки для поисков Наверное, нужно что-то знать Может Многие так Начинают, наверное Да Ну, во-первых, не то, что там Вот я вот Как член комиссии По несовершеннолетним Вот Я беру детей оттуда еще И эти непростые дети Вот они Самые верные, получается Остаются Вот И именно из них вот Выходят нормальные пацаны Вот То, что вот я говорил Там в МЧС поступил Что еще там По контракту остались Многие ребята Вот, которые трое отслужили Двое по контракту остались После армии Вот Ну, то есть До них вот Как-то дошло вот это все Вот То есть понимание Это, наверное, то самое Патриотическое воспитание О котором так много говорят Вот в Азимуте Оно на высоте Получается Ну, уж не на высоте Конечно Но на достойном уровне И минусы И промахи были Все было Вот как бы Ну, в основном Все-таки мы Да Вверх идем В этом плане И неплохо А что говорить Тем бойцам Которые отправляются В свою первую разведку В свой первый поиск Какие ЦУ Перед выходом Ну, техника безопасности Самое главное Без техники безопасности Не допускаем Даже к работам Никаким Потому что Ну, не так Что-нибудь наступило Не так Работа у нас такая Опасная Как бы на это Страшновато Хотя это не очевидно Да Большинству На самом деле Объясняем Как, например Даже элементарно Лопату в землю Воткнуть И то надо Объяснить ребенку Он же не понимает А то он Даже до этого Не копал Ни разу Даже 14 Взрослые люди Не понимают А это Что уже Про детей говорить Это точно А вот сколько сейчас В клубе Азимов Детей? Человек 30 Немало Такой хороший класс Да Класс хороший Сейчас как-то Принято о молодежи Судить очень однобоко Вот ТикТок Вот Ютуб Ролики И больше им Пожалуй Ничего не интересно Ну Ваш пример Наверное доказывает Что это не совсем так Вот как себе В клуб детей привлекать Ну вот да Кроме той части Что вот комиссия По делам не совершили Как заинтересовываете? Ну они сами Приводят друг друга Я вот Один пришел Да вот это В 2015 году Вот Давыдов Сейчас служит в армии Вот он закончил Здесь вот Колледж Вот и ушел в армию Вот он один пришел Привел троих Эти трое еще привели И вот так вот Ну и то же самое здесь Вот после пандемии Да Вот первая пандемия Когда закончилась Я ну заново Начал заниматься Ну пандемию Нельзя было Как бы И вот Один пришел Он притащил Второго Третьего Вот сейчас Человек 25 Вот только мелких Вот этих Ну я как бы Никого не принуждаю Понравилось Он остается Не понравилось Иди Тяжело С детьми Общий язык находить Они же все разные Сейчас С индивидуальностью Ну с каждым По своему Ну а так В общем Когда интересы Уже общие И все нормально С ними общаться Можно уже По другому У нас общий интерес Ну по первой Вот например Да там придет Один мальчик Второй Там девочка И у них Ну они все своеобразные Очень своеобразные И каждому Чтобы найти подход Это надо с ним Сначала посидеть Пообщаться Понятию Что он вообще хочет И хочет ли он Что-нибудь Ну как практика Подсказывают Они все нормальные дети Нет ненормальных детей Вот так просто За жизненными Какими-то советами Приходят к вам Приходят Приходится еще И такая роль Воспитателя Тьютера Как сейчас говорят И родители звонят Говорят Повлияете Плохо там учиться Или еще что Повлиял Стал учиться Вот это авторитет Называется Ну наверное Шесть лет На самом деле Срок немаленький Вот какие может быть Самые яркие события За этот шесть лет Происходили в Азимуте Что можете отметить Ну вот Опять же Первую пандемию Мы музей сделали Нам выделили Помещение Спасибо главе города Коваленко Виктория Александровна Выделила помещение Клуб фронтовик В котором у нас Собирались ветераны Великой Отечественной войны К сожалению У них там осталось мало 11 человек Все Из них вот Трое ходящие Ну очень мало Прискорбно Это И вот это помещение Мы полностью переделали Под музей Музей Великой Отечественной Именно да Музей Великой Отечественной И одна комната Будет по локальным войнам Чтобы совместить Вот Это например Одно из самых главных Ну Плюс помещение Для детей Дали Это тоже подвальное Помещение Как бы да Там Мы там сделали Классы учебные Мы там все полностью Под себя сделали Как под поисковиков Нам чтобы удобнее было Свободно заниматься Там и так далее Это вот самое главное То что вот И приятное То что поддержка Вот все равно Главы Это сильно Без этой поддержки Мы бы ничего не сделали А какие экспонаты В музее представлены? Все поднято С раскопок Опять же Макеты оружия Представленные там Ткачуком Андрея Владимировичем Безызвестным Нам всем Да 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 Тоже хороший друг наш Очень помогает В общем в основном Все с раскопок Информация Про каждый там Экспонат Информация Стендовая То есть там Факты Соотношения Все вот это Там карты Вот художники наши Там рисовали Вот именно Вот это все На стенах Наше дело было какое Мы по дереву работали Они рисовали Ну и экспонаты Которые найдены Здесь под Москвой Нами Вот как раз Поисковиками За эти 6 лет То что там Мы все выложили там Ну я так понимаю Что география Вашей поисковой работы Не ограничивается Территория Краснознаменска Это наверное И весь Одинцовский округ Ну да Мы на территории Краснознаменска И не копаем Особо там не еще копать Война туда Практически не зашла Ну там отдельные отряды Это Вот и то они До Голицына доезжали А мы копаем Только да Вот в основном По Одинцовскому округу Ну сейчас вот Партизанскую базу На границе с русским районом Село Андреевское Деревня Андреевская Там вот мы ездим Сейчас туда Большая часть А есть какой-то выезд Который вам Вот за это время Наиболее запомнился Да он Каждый выезд Запоминается Ну Выезды Где мы находим солдат Это наверное Вот эти самые Запоминающие выезды А так Они каждый запоминаются Каждый выезд Отдельная история Жизненная Вот один из выездов Мы освещали Это недалеко От деревни Сивково Да Нашли госпитальное захоронение Я так понимаю Что вот собственно Азимут и нашел Или ошибаюсь Мы с Кузнецовым Туда выезжали На разведку сначала Первый день Мы ничего не подняли Во второй день Мы зацепили Останки женщины Поповой Лидии Васильевны Начали пробивать Через интернет ресурсы А я говорю Фамилия знакомая Она же где-то висит Я же где-то видел Эту фамилию Какая у вас память И вот Кузнецова Она у нас на памятнике И вот уже по архивным документам Был частичный перенос Подняты они были И частично перезахоронили Это укрепление братских могил В 60-х годах было И частично их перезахоронили И начали мы там уже Больно Масштабно раскопки вести Поднимать И в итоге 35 человек Вытащено оттуда было Ложка солдатская Уже вторая В лесу возле деревни Сивково Оживленно работают поисковики Первый выезд сюда состоялся Неделю назад Проверяли информацию От местных жителей Здесь обрели покой Солдаты Великой Отечественной войны Сначала исследовали землю Перед памятником Результат неутешительный Пусто Есть вероятность Что останки Все-таки перенесли Работу по укреплению Захоронений Не проводили в 60-70-х годах Пусто, пусто, пусто А вот за памятником И чуть в стороне На глубине 60 сантиметров Одиночное захоронение Останки человеческие И мы видим Что это останки Большой доли вероятности Женские По базам данных Министерство обороны Установили Это Лидия Попова Прожектористка Первого прожекторного полка Скорее всего Стала жертвой Авианалета противника В районе Кубинки 5 сентября 42-го года Провела две недели В госпитале Но медики оказались Бессильны Мы выяснили Что на братской могиле Деревне Сидоровская Несколько километров Отсюда Значится ее Фамилия Инициалы И в паспорте захоронения Она числится Туда перенесенной По факту Мы видим Вот такую картину В паспорте захоронения В Сидоровском Значится еще 15 Умерших от ран В госпитале бойцов Останки которых Перенесли А вот только По документам Или на самом деле Теперь пытаются Выяснить поисковики Вот Яма Старая Западенька Длиной 2 метра Вот откуда Она в лесу Знатоки истории Говорят Во время битвы За Москву Это была передовая Из деревни Акулова Красноармейцы Отступили сюда Под Бутынь Здесь же Забрежил И рассвет победы Наши перешли В контрнаступление На этот период И приходятся Основные потери А госпиталь Как раз и располагался Там, где сегодня Работают поисковики Где ель завалена Там был вход То есть Сами понимаете Какое Сейчас оно Как бы завалено Немножко Но четко Границы мы видим Наблюдаем просто Представьте себе Каких размеров Это было То есть Это была Зима Декабрь Ноябрь-декабрь Как раз сюда Отступили Наши Ребята Откуда потом Пошло наступление Солдатские ложки Пряжки Гильзы Помпа От шприца Лес под Сивково Хранит много воспоминаний О Великой Отечественной войне Но самое главное Поисковикам Удалось найти Неучтенные захоронения Одно массовое И три одиночных Детальное их изучение Отложили До следующей экспедиции Я так понимаю Что вот та работа Которая была Начитавшись в 60-х Вот сейчас Ее удалось завершить Только закончили Где захоронили бойцов Краснознаменский Близ деревни Сидоровка Под братской могилой Где они и должны По спискам лежать Были То есть Туда был перенос Список весь туда Вбили Дополнили 19 фамилий Оставили плиту Новую Все Они на своем месте Как бы лежат Родственники Спокойно теперь Могут знать Где они лежат Можно приехать И поклониться Там цветы И так далее Вот что поисковики Чувствуют в такие моменты Когда удалось Наконец Довести начатое до конца Поставить точку Вот в этой истории Ну и наверное Помочь Обрести покой Тем солдатам Великой Отечественной Ну каждый раз Мандраж какой-то Ну то что нашли То что подняли То что перезахоронили Всегда это вот Он не кончается Как бы это Ну не знаю Даже я писать не могу В общем Это наверное только пережить можно Да Наверное так Скорее всего Это когда вот приезжаешь На торжественное Перезахоронение Ты понимаешь Ты все Свою работу сделал Вот здесь Ну ты вот Ну частично Но ты свою работу Сделал Наверное мы на своем веку Мы их не поднимем Все равно всех Очень многие говорят Ну вот зачем их Перезахоронивать Они уже лежат в земле Они уже Обрели покой Пусть в лесу Пусть не в братской могиле Зачем вот эти Кости ворошить Вот что вы можете сказать Тем кто Таких Такой точки зрения Придерживается Ну вот без вести пропавших 12 миллионов Где-то Ну чуть больше там Человек как бы И вот если мы Их не будем поднимать Да И перезахоронивать А учет вести Вот это учет Элементарный учет Что мы подняли Вот например Да подняли мы там 35 нету медальона Там или там 20 без медальонов Ну один медальон Может попасть И именно вот По этому медальону Можно узнать Кто рядом Эти люди были Приблизительно Хотя бы понимать Какой отряд Какой там Какая рота Какая там полк Еще что-то Хотя бы вот это понять И уже учет Даже на 20 человек Но уже меньше В лесу лежат Они уже Ну отпеты Все захоронены С почестями военскими И так далее Ну лежать в лесу Ну кому-то может Так думается проще Ну мне кажется Не так они хотели Обрести свой покой Конечно все хотели жить Но если уж так Произошло То наверное хотели Обрести покой Так как это полагается Ну может быть Поэтому тут Можно смотреть По разному Противничать А для родственников Как это Когда твой дедушка Прадедушка Наконец известна Его судьба Ну да Как часто удавалось Установить родственников Вот мы Если вспомнить Деревню Троицкая Вот мы там поднимали Под Троицком Тоже захоронение То есть там Отдельная история была С памятником связана Якобы там Мужчина дом строил Недалеко от памятника А по факту Он прям Получается дорога На ней на квадроциклах Люди катались И так далее Он просто перекрыл эту дорогу На этом участке Ставил дом Ну и местные там Возмутились Все Приехали туда Тоже на разведку Антон Кузнецов Приехал Изначально Один ездил Начали старые документы Поднимать Архив А памятник Смещен в сторону То есть Именно там Где дорога Там люди катались На квадроциклах Было И там Видно что ямка Начали поднимать А когда Шурфить начали Зацепили останки И вот мы там Подняли Семьдесят четыре Мы там Все лето Копали Ездили туда На выходных Три экспедиции Там были И там Тоже Нашли медальон Соответственно Там пять Медальонов По-моему Один Три пустых Было Один Истлел А вот Одного записка Кузьма Иванович Там Или Кузьма Или Кузьма Иванович Точно Никто Из деревни Все у него Именно от руки Записка написана Чернилами В идеальном Сохране Все И вот Когда мы В этот же вечер Позвонили Туда В Воронежскую область Деревнюю Абросимов По-моему Да Вот И ответил его сын Ему Восемьдесят четыре года По-моему То ли восемьдесят два Ему сказали Что вот Нашли вашего рода Это отца Он был в шоке А потом Когда Они приехали На перезахоронение Сюда Мы им Сделали Табличку Там Медальончик Горсть земли И сам бланк Это Ну и короче Вот он Вышел Этот дед Они приехали Все семьи По-моему Тринадцать человек Внуки Правнуки Там все Приехало И он Говорит Рассказывал Мы Говорит Всю жизнь Считали Что он был полицей В Польше В Польше Расстрел Людей Еще Что-то Ну вот В таком плане Да А то есть Вот он Один Человек Поднятый Как бы Да И все И они вот Как бы Заново Жить начали По-человечески Они его стеснялись Все там Никому ничего Не говорили Герой Да Он по сути Под Москвой Умер И все А какие планы На ближайшее будущее У Азимута Продолжать В том же духе Не сбавлять темпы Да Но сейчас Вот я так понимаю Партизанская база В русском округе Как вы уже сказали Самое важное Сейчас на данный момент Она По самолетам Там понятно Уже Как бы Важно обозначить Что Азимут И в поисках самолетов Обоих Тоже принимал Активные части В эти выходные Ездил Тоже бойцы Наши С Азимута Удалось что-нибудь найти Ну там Обрывки Можно сказать Так Не буду говорить Что нашли Пока не будем Да Азимут Ну Будем копать Ездить Заниматься Своими делами Дай бог Чтобы все получилось Дальше Что запланировали Пока не буду говорить Но планы есть Чтобы сбылось Да Музей работает Дети ходят Что еще нам надо Спасибо большое Алексей Что пришли к нам Сегодня в студию Спасибо всем Кто провел свое Свободное время Вместе с нами До новых встреч На ОТВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому